В 90-е и в жизнь людей приходит много церковных обрядов. Крестины, венчания, праздник Пасхи. В моде освещать квартиры и офисы. И освещение мерседесов, и гаражей, и бог знает чего, и ресторанов. Все это было и осталось, слава богу, в 90-х годах. Осветить автомобиль чаще всего просят представители криминального мира, которых железный конь должен был в случае чего спасти от погони врагов. Церкви нужно было зарабатывать, насколько это понятно, опять же, на что? Ну, на возрождение церкви у нас не финансируется же из госбюджета, правильно? На службе в храме могли встретиться бандиты и их жертвы, богатые и нищие, кровные враги. Но церковь была местом, где люди становились лучше. Хотя бы час не рвали друг друга зубами. Я однажды крестил ребенка, у которого папа был мент, значит, крестный авторитет. И именно этот мент вел розыск вот этого авторитета, который скрывался то ли в Испании, то ли где-то он бегал. За ним там какие-то мрачные дела шли. Мокруха, не мокруха, не знаю. Но они вот на три дня, пока крестили ребенка и бухали, у них мировая была. Поселок Северный на окраине Воркуты. Эту церковь построили члены местной ОПГ. Это чисто вот храм, сторожка и колокольня. Вот это все 300 тысяч долларов вышлось. Храм возвели в честь убитого криминального авторитета Игоря Сонина по кличке Слон. А местному художнику бандиты заказали икону, дав три фотографии погибших братанов. Если вы смотрели бандитский Петербург, то персонаж Слона как раз там отображен. Это был наш выходец с северного поселка. Не надо, не надо базарить. Базарить не твоя проблема. Твоя проблема груз сопроводить и за кладовщиком присмотреть. Слон переехал в Петербург в середине 90-х, потому что на родине оставаться было опасно. Стоять! Руки! Заминировать! Начались внутренние разборки между непосредственно группировками. Было, значит, ликвидировано несколько, значит, крупных таких, будем говорить, криминальных авторитетов. Он понял, что вполне возможно, дело дойдет и до него. На родине он занимался рэкетом и выколачивал деньги из новоявленных бизнесменов. Все владельцы торговых точек Слана боялись страшно. Данью обложили, в принципе, всех, значит, предпринимателей. Было там, значит, будем говорить так, занимались они и наркобизнесом. Слон был типичным крестным отцом 90-х. С одной стороны, очень жестким и жестоким, а с другой он считал себя спасителем пошатнувшихся нравов. Человеком, который вершит справедливый суд и учит братву жить достойно. Чтобы они не пили, не курили, вели такой здоровый образ жизни. И он открыл спортивный клуб у себя в поселке. Они туда все ходили, качались. И в итоге Слон криминальное дело бросил. И искренне раскаялся в том, что делал. В Петербурге он жил один. Жена и дочь только собирались к нему переехать. И хорошо, что их не было в момент, когда к Слону заявился киллер. Свои же взяли и предали его. Потому что он сказал, я не буду этим заниматься, я хочу нормальной жизни. Конкретно он открыл человеку, который был близкий. И его застрелили. Вот и все. Певицу Ольгу Кормухину называли русской Тиной Тернер. Ее пригласила в рождественские встречи Алла Пугачева. Она выступала в «Песне года». Но в середине 90-х певица с экранов пропала. Кормухина собралась в монастырь. Мотивация ее мне была понятна. То есть полное разочарование в той непростой жизни шоу-бизнеса, в котором она была. В конъюнктуру Кормухиной вписаться было сложно. Она не пела блатные песни, которые в России называли красивым французским словом «шансон». Не была сексапильной девицей. Не имела богатого покровителя. Любая бездарность, если которая имела деньги, могла через компьютер, пропустив свой голос, записать фонограмму и потом с этой фонограммой гастролировать по стране, потому что ее папик, как это принято было называть, давал миллионы различным продюсерам, журналистам, телеканалам, чтобы ее раскручивать. Ольга много пила. В ее жизни была наркота. Так жили и рокеры, и попса. Очень многие популярные артисты. Константин Кинчев является ярким примером, когда, как он сам говорит, что там на протяжении то ли двух, то ли трех лет героин у него был трижды в сутки на завтрак, на обед и на ужин. И после того, как он обратился к религии, он еще два года боролся. Ольга стала ездить на остров Залит на Чудском озере и обрела духовного отца, священника Николая Гурьянова. Покаялась в многочисленных грехах, и, наконец-то, ее душа обрела покой. Я вдруг почувствовала, что вот это моя родина. Та родина, которую я потеряла когда-то и вновь обрела, которую я всегда искала на самом деле. Ольга трепетно и серьезно готовилась к постригу. Но однажды священник сказал, у тебя будет муж. А я ведь целый год не могла смириться с мыслью, что мне замуж идти, а не монастырь. То есть я настолько была уверена, что в монастыре я сказала, не отвенчаться. И однажды певица встретила на ступенях московского храма лидера группы Парк Горького Алексея Белова, успеху которого завидовала вся рок-тусовка. Наша песня номер три на MTV в Америке. Нас играют раз десять в день, каждые сорок минут клип. Это невероятно. Такой ротации я больше никогда в жизни не встречал. А мы воспринимали это все как нужно. А потом наступил рок-н-ролл. Мы забыли про церковь, про свечки, про Бога. И наступил долгий рок-н-ролл. Они решили вместе выпить чаю и поговорили несколько часов. Оказалось, что Белов пребывает в настоящем отчаянии. Рок-музыка, слава, деньги и женщины его больше не интересовали. Личной жизни никакой не было, кроме обилия романов каких-то, которые привлекли к полной пустоте, так сказать, сердца. И Ольга согласилась отвезти Алексея своему духовнику на остров Залит. Белов сказал, что тоже готов постричься в монахе. Но священник как будто окатил их ледяной водой. Смотрел на нас и говорит, Ольга, это твой муж? Она говорит, нет. А мне говорит, это твоя жена? Я говорю, нет. Ну, тогда венчайтесь. Они страшно напугались, но потом решили. Старцы просто так ничего не говорят. И решили венчаться. Теперь у них дочка, моя племянница и крестница. Поэтому, слава богу, за все. Павел Смеян был статным красавцем с мощным голосом и выделялся на звездной сцене линкома. Он мог и басом петь, и фальцетом. У него диапазон великий. До того, как попасть в линком, Павел Смеян и его брат-близнец Александр были солистами рок-группы «Виктория». Но Саша внезапно погиб, когда ему было всего 23 года. Официальная версия самоубийства из-за несчастной любви. А Павел был уверен, брата убили какие-то отморозки. И милиция просто не стала заниматься расследованием этого дела. Он считал, что он вторая половинка, что они одно целое. А если одна половинка ушла, значит, он как вторая половинка должен продолжить дело. Павел Смеян продолжил заниматься музыкой и как погибший брат стал религиозным человеком. Хотел понять, что же Саша там нашел в христианстве. Ну, не в христианстве, а в церкви, наверное, да? 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. Он пел за кадром за других актеров. Но все говорили, Смеян обязательно будет звездой. Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, про кого ты меня поменял. Эта песня сделала Наталью Ветлицкую главным секс-символом России. А в середине 80-х она была женой Павла Смеяна и только начинала свою дорогу на эстраду. Так создаётся картина любви. Ну, кто её натаскал-то? Натаскал её Пашка. А так, она была пискля-писклёй. А Паша хоть немножечко её научил петь. Смеян её страшно ревновал. Их брак продлился недолго. Ветлицкая не выдержала бурных скандалов. Супруг мог ударить. Он возвращается с другими певцами. Очень хорошо. Ему передали, что она уже где-то там с одним певцом. Смеяна взял в театр Марк Захаров. Но вскоре он сбежал из линкома. Решил, что хочет делать сольную карьеру рок-музыканта. Но в начале 90-х группа Смеяна была никому не нужна. Распал Советский Союз, когда многие продукты были по карточкам. Когда несёшь мешок 50-килограммовой картошки и чувствуешь, что ты как будто первобытный человек несёшь мамонта, как минимум. Павел Смеян сначала подрабатывал извозом. Потом это бросил. Пил, подсел на наркотики. Развалился второй брак артиста. Виктория укатила в Лондон. И он решил, что нужно уйти в монастырь. Он устал от нищеты и обиды на то, что как актёр и музыкант никому не нужен. Церковь был один из вариантов, где можно было обрести почву под ногами. И поэтому столько людей вот именно в тот период примкнули к церкви. Красавец, звезда, секс-символ. И вдруг Смеяна исчез. Он уехал на Ваалам и стал трудником в мужском монастыре. Выполнял тяжёлую работу и думал, что скоро станет монахом. Рубил дрова на лесопилке. Развозил на машине, так сказать, работающих монахов и так далее. Батюшек. И там он провёл ровно год. От алкоголя он смог отойти. И, в принципе, от наркотиков каких-то лёгких, которые он употреблял раньше, он там вот он завязал. Но тяжело заболел и умер его отец. Мать музыканта осталась совсем одна. И Павел понял, что должен вернуться. И когда он вернулся, он говорит, я не нашёл свой саксофон и флейту. Стала мама спрашивать, а мама говорит, а чего у нас денег не было? Я продала. И Смеян всё время вспоминал на путстве, которое дал ему на прощание валаамский монах. Он сказал, ищи хорошую жену. Праведником он не был. Наверное, батюшки это и почувствовали, что отправили его из монастыря. Людмила была балериной в мюзик-холле. Чувство вспыхнуло быстро. Они вместе сходили в храм и получили благословение на брак. И казалось, что жизнь артиста наконец-то наладится. Оставалось одно – найти источник денег. Он мне сказал, вот мне предлагают быть или наркокурьером, или в театр идти. Я говорю, ну, конечно, в театр. Я попробую что-то сделать, только не наркокурьером. Смеян упал в ноги к Марку Захарову и попросил его снова взять в труппу линкома. Паша написал рок-оперу. Рок-опера называлась «Слово и дело». Творчество Смеяна строгим критикам не нравилось. Рок-музыканты спрашивали, при чём здесь кресты и иконы. Люди, верующие, не понимали это тоже. У Смеяна был непростой характер, и руководство линкома стало говорить, что он теряет голос. Пашу потихонечку, полигонечку. Перестали ставить на юнон и петь. Когда артисту было уже 50, Людмила наконец забеременела. И он впервые стал отцом. У него родился сын Макарий. Казалось, это должно было избавить его от тяжёлой депрессии. Но Смеян не мог освободиться от чувства острой обиды и недовольства жизнью. Всё было дома. Потерял сознание, испугался. И пошёл проверить. Я говорю, ну и чего? А он говорит, Саня, у меня рак. Я думаю, ешь, твоя мать. У Смеяна обнаружили рак поджелудочной железы третьей стадии. Он страшно похудел, не спал от боли, и врачи в России помочь ему не смогли. Друзья организовали сбор денег, и артист улетел лечиться в Германию. Он мне такую фразу сказал, которую я всё время, каждый раз, сейчас вот продумываю. Он говорит, нет ни Бога, нет ни чёрта. Последние его слова. Для меня это было откровение, правда. Потому что я знала, как он относится к религии, он бегал всё время, все посты соблюдал, стоял и ездил всё время со своими друзьями в церковь. Смеян не просил позвать священника, больше не читал молитв. После сложной операции он 12 дней провёл в реанимации и умер, не приходя в сознание. Ему было 52 года. Куда-то надо было притыкаться к бесхозной душе, да? Вот и стали притыкаться ко всяким там неимоверным совершенно течениям, которые на первый взгляд казались совершенно дикими. Белое Братство. Смесь идей рерихов, христианства и оккультизма. Во главе была Марина Цвигун, которая называла себя Деви Мария Христос и утверждала, что является воплощением на земле Иисуса Христа и Богоматери разум. Это его продолжение века, это его новое обличие, это его вечный образ. Её муж Юрий Кривоногов до развала Советского Союза был кибернетиком, а в 90-е стал называть себя Иоанном Крестителем и пророком Матери Мира. Их последователи страшно боялись конца света и решили устроить массовое самосожжение 24 ноября 1993 года. Захватили в Киеве Софийский собор, чтобы провести молебен, а потом его сжечь. Но были арестованы. Супругов посадили в тюрьму. Что бы вы ни сделали с моим телом, то кожа восторжествует и проявит себя полностью. Если бы мне, например, спросили, на кого я хочу быть похожей, я бы, наверное, сказала, да, я хочу быть похожей на монашку. Но дело в том, что я думаю, что мой внешний вид этого просто не садится. Очень хорошо выиграл. Эти кадры сделаны в Хакасии, в посёлке в Глухой Тайге, где до сих пор проживают граждане, которые уверены, что скоро конец света. И спасутся только они благодаря молитвам и изоляции от грешного мира. Я был в июне, я представляю, какие там зимы, но даже в июне невозможно просто выйти на улицу, тебя, значит, моментально обжирать всевозможные мошкара, гнус. Невозможно просто находиться на улице, тебя просто едят, вот, заживо. Просто одетая женщина, многодетная мать, верная жена и сейчас уже бабушка. У неё есть внук. Только вера в Бога мне даёт какую-то основу вообще в жизни. И я с детства, с детства к этому шла. А в 94-м Светлану Владимирскую назвали певицей года. За два незамысловатых шлякера. Но прошло три года, и популярная певица вдруг пропала с экранов. Она подалась в Красноярский край за отцом Виссарионом. Сергей Тороп – бывший участковый милиционер. В 90-е объявил себя последним воплощением Христа и основал церковь Последнего Завета. Мы редко видимся, но видимся всё-таки, тем не менее. Мне очень жалко, что нам потеряло столько времени, могла бы здесь сделать неплохую карьеру. Также пропала в 90-е и актриса Матлюба Алимова. Была и вдруг исчезла. Но страна её помнит до сих пор. Хочешь, бери меня так. Ещё ни одна цыганка не говорила таких слов. Не надо свадьбы, ничего не надо. У меня же очень много было молодых людей, которые, ну, пройти мимо невозможно было. И самое удивительное было то, что они готовы были к ногам сложить всё. Вот это было так вот, понимаете, они просто на коленях, всё вот рыболепное такое было. Она сыграла с Высоцким в «Маленьких трагедиях». И многие считали, что у неё был с ним роман. Но мужчин в её жизни было немного. Много лет Матлюба была женой режиссёра Мурата Ахметова. Ему хотелось детей, а Матлюба уже не могла родить. Актриса развелась. И в 90-е была абсолютно несчастна. Нет мужа и детей. Нет жилья и работы. Она слишком возвышенная, она летает. И она не смогла вот как-то влиться. Хотя она очень талантливая, могла бы, наверное, играть какие-то роли в сериалах. Однажды Матлюба познакомилась с привлекательным итальянцем, который осыпал её комплиментами и обещал шикарную жизнь в Европе. Он сказал, что Матлюба, тебя ждёт блестящее европейское. Ты будешь кинозвездой уровня сеньора Робинзона Зеудиарайи, которая тоже мулатка такая, необычная на европейском кинонебосклоне. И Матлюба поехала с ним в Италию. Но через некоторое время узнала, что человек, выдававший себя за влиятельного итальянского продюсера, оказался проходимцем и альфонсом. Когда она выяснила это, для неё это был страшнейший удар. Матлюба вернулась в родной Ташкент и занялась реставрацией ковров. Сниматься там в кино не могла, не знала узбекского языка. А потом перебралась в Москву. Её приютила сестра, у которой было 10 детей. Она жила очень трудно. Лишний рот и проблемы ей были не нужны. Она не нашла работу, потому что даже как-то в какой-то степени каких-то таких особых попыток и не было. Недалеко от дома сестры был храм. И Матлюба стала ходить на службы. И когда отношения с сестрой накалились до предела, её приютил в маленькой церковной келье однокурсник Павгику, ставший священником. И Матлюба признавалась, если бы не вера в Бога, я бы спилась или полезла в Петра. Она приняла православие, несмотря на то, что, сами понимаете, это очень серьёзный поступок. И многие в мусульманских семьях, если человек принимает православие, они просто отворачиваются. Но Матлюба, не уходя в монастырь, стала вести монашеский образ жизни. Уехала снова в Ташкент и живёт очень тихо и скромно. Матюша, дорогая, Матюша, ангел мой, горе мое луковое, закрывай квартиру, расправляй крылья, «Прилетай в Москву!» Тебя ждут любящие тебя зрители, любящие тебя родные, любящие тебя мужчины, включая меня. В 90-е вера в Бога спасла невероятное количество людей. Церковь дала опору, помогла пережить лихолетие. Фальшивых верующих Бог простит. Но большинство людей были абсолютно искренними и получили помощь. Марсианские пейзажи, затонувший лес и горные озёра цвета Тиффани. Посёлок, где живут самые гостеприимные люди. На полу-то спать полезно. Полезно. Такой Казахстан вы ещё не видели. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова